Хоть в городе, казалось бы, особо не разгонишься, отчаянные автомобилисты всё же находят места для уличных гонок. Здесь справедливый инспектор и точный радар весьма кстати. На проспекте строителей наряд ДПС останавливает серебристый «Форд Фокус». Превысили установленную скорость движения в населённом пункте 60 км в час на 26 км в час, то есть двигатели двигались со скоростью 86 км в час. Штраф 32 рубля. Это если нарушение первое. За превышение на 40 км кошелёк похудеет до 320 км, за повторно и вовсе до 480 км. Законы физики никто не отменял. При увеличении скорости тяжесть последствий дорожных происшествий возрастает в геометрической прогрессии. При столкновении на 50 км в час риск смертельного исхода для пешехода 40%, при 65 – уже 84. А куда вы так спешили? Куда спешил? Никуда не спешил. Решил первый поехать просто. А это ваше первое нарушение? За год да. В этот раз никто не пострадал. Но всё могло быть по-другому. Например, как в начале марта в Могилёве. Водитель Джилини снизил скорость перед пешеходным переходом, проехал на «жёлтый» и сбил двух мальчиков. К счастью, дети серьёзных травм не получили. С 18 по 22 марта на территории города Бобруска проводится целевой комплекс мероприятий «Скорость». За два с половиной месяца текущего года на территории города Бобруска было привлечено 70 водителей к административной ответственности за нарушение скоростного режима движения. В прошлом году за превышение скорости к административной ответственности в Бобруйске привлекли 220 водителей. Кто-то торопится и куда-то опаздывает, а кто-то просто предпочитает быструю езду. Но только не стоит забывать – народная мудрость «тише едешь, дальше будешь» по-прежнему актуальна. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.